В эфире телеканала Самара Гист при своем мнении Инга Пеннера. Здравствуйте! С корабля на бал. Обыкновенно постканикулярные дни Нового года полны сонливой неспешности, когда все потихоньку приходят в себя после затяжного веселья и салатного чревоугодия. Но только не на этот раз. 2014-й даром, что его символ лошадь, уже мчится голопом и неудивительно. Ведь один из главных вопросов повестки дня – вопрос о земле. В Самаре на публичное обсуждение вынесли проект новых правил застройки землепользования, сокращенно ПЗЗ. Этот важнейший документ, который, по сути, определяет всю городостроительную политику на много лет вперед, давно нуждается в ревизии. Уже 12 лет город живет по старым правилам. Новый проект готовился больше года, уже прошел экспертную оценку. По мнению экспертов, он призван защитить зеленые зоны города и историческую часть Самары от хаотичной застройки. Теперь слово за жителями, к мнению которых обещают прислушаться. Первые же рабочие после каникул день, а точнее вечер, сразу на четырех площадках города спорили о том, где можно строить, а где категорически нельзя. В этой передаче остановились на одном аспекте. Самарский центр искусства – это бывший ДК Победа, что на проспекте Кирова, стал местом, где решалась судьба Воронежских озер. То, что сам парк не тронут, было понятно с самого начала, хотя и здесь нашлось место для провокации. Распускались слухи, что всю зеленую зону якобы отдадут под котлованы, хотя первые лица мэрии открыто называли это абсурдом. Ведь именно нынешняя городская власть отстояла парк от посягательств застройщиков. О чем тут еще можно говорить? Но местным жителям не давали спокойно спать и разговоры о том, что неподалеку от парка на территории, которая не вошла в проекте ПЗЗ в зеленую зону, могут построить детский сад. Вряд ли кто-то сомневается, что Самара с ее очередями в подобных учреждениях ой как нуждается. Но поначалу весть о появлении тут пусть даже и такого важного социального объекта далеко не всех обрадовала. Скептично настроенных жителей тоже можно понять, ведь за последние десятилетия на Воронежские озера столько раз покушались и куда с менее благородными целями. Постоянно мы вот в такой тревоге. Постоянно. Здесь копают, там копают, там ломают. Ну е-мое. Ни зимой, ни летом, ни весной. Такое нет. В разное время здесь хотели построить и кукольный театр. Сейчас от этой затеи отказались. И спортивно-развлекательный комплекс и четыре высотки. Последний проект продвигала питерская фирма «Возрождение», которая получила участок в 2005-м и спустя три года приступила к решительным действиям. Успела здесь заложить фундамент и вырубить больше сотни деревьев, среди которых и три реликтовых дуба. Вот первый дуб. 300 лет ему. Вот огородили его. Там вывеска есть. 300 лет. А вон вдали там толстый дуб стоит. Так вот эти бандиты, которые строили здесь, они что сотворили? Он им мешал этот дуб? Они бульдозером в одну сторону суме успели прокопать корни. Представляете, такой дуб поломали. Местные жители, которые вместе с экологами всерьез опасались за судьбу озер, они могли элементарно пересохнуть во время грандиозной стройки. Тогда буквально своими телами перегородили дорогу бизнесменам. Бандиты, самые настоящие бандиты приезжали. Вот здесь все было раскопано, разрыто. И вот мы как эти, как воробьи прыгали через эти все канавы. Сколько лет? Это там ни день, ни два и ни месяц. А сколько лет? А воевали как? И по судам. Бабушки вот на бульдозер садились в ковш, чтобы он не работал. Это, можно сказать, через кости, через нашу. Вот бабушки все ложились, их оттаскивали. Только они тут деревьев хороших порубили под лицы. Из десяток дубов. Дубы такие. И березы такие. Тут вообще была прелесть. Сколько птиц было. Все изуродовали. Да еще нас колотили. Дрались. И вы дрались? Конечно. Пока же. Все вместе. Неужели? Под окнами творить такое. Швабры брали, они вырывают ямки, а мы швабрами засыпаем. Даже когда бетономешалки приехали, часть бетономешалок здесь, и народ здесь выстроился. Звеном стали, плечом к плечу не пускали. Они хотели нас обхитрить, баррикады им поставили из своих тел, но пустить не пустили. Последовали затяжные изматывающие суды, но фирма «Возрождение» все же была вынуждена отступить. В 2010-м городская дума внесла изменения в правила застройки землепользования, которые исключили подобные поползновения на Воронежские озера. И коммерсантам не удалось это решение оспорить. Весной прошлого года последние следы их пребывания, строительный мусор, были ликвидированы. Дай бог, чтобы у нас получилось на следующий год уже здесь поставить ограждение. Но то, что в 2015 году здесь начнутся большие работы, в 2015 году, потому что 2014 год это будет проектирование, уже точное проектирование, очистки озер благоустройства парка включено в бюджет следующего года. У нас с ним это общее мнение, и в администрации с нами в принципе согласны, что эта территория будет территорией парка. Это пожелание уже нашло свое отражение в проекте новых ПЗЗ. Впервые на карте Самары Воронежский парк предстает единой зеленой зоной площадью почти в 20 гектаров. Эта земля отныне недоступна для застройщиков. Такого, говорят эксперты, никогда не было, что и позволяло предыдущим властям раздавать здесь землю направо и налево. Очень многие территории такие спорные, но просто вот в свое время, я просто не буду называть ни фамилии, если ПЗЗ показывать 2001 года, а потом изменения вносились, да, вот вспоминаете, кто в это время городом командовал. Вот это их рук дело, это все отголоски вот того последствия. Это я могу со всей ответственностью заявить. Парк поделен более того, он поделен на такое количество территорий, вот лоскутное одеяло, как был поделен парк. А сейчас осталось только один лоскуток, который мы не можем привести, вот спорный, да. На этой спорной территории и хотели, собственно, построить детский сад. Но жители Воронежских озер, уже обжигшись на молоке, пока дуют на воду. Детский сад, это тоже строительство. Оно будет не из двух групп, будет 400 человек. Это опять... 400 машин будут подъезжать сюда. Можете представить опять, что это будет? Ну, честно говоря, мы стоим вот в очереди в детском саду, мы попадаем вовремя. Я не вижу какой-то социальной необходимости особой здесь строить. В городском департаменте строительства, напротив, социальную необходимость видят. Эта тема очень актуальная для нашего города. Нам в 2014 году надо обеспечить 3000 мест для детей. Задача сложная. Но это задача, решение этой задачи позволит нам практически обеспечить актуальную очередность в данных местах. Ну, конечно, нужны и сады нужны, и стадионы нужны. Все нужно для молодежи, чтобы люди развивались, дети развивались. Нужно, нужно. Все нужно. И садики, и школы, и стадионы, и парки. Все нужно. Естественно, нужно, конечно. А как же? Мнение народа необходимо узнать. Мнения людей разделились. Единодушное понимание, быть здесь детскому саду или нет, жители района еще не сформировали. Время подумать еще есть. В любом случае, против воли людей власти не пойдут. Если большинство и впрямь будет категорично настроено против появления детсада, который так необходим в самом большом промышленном районе Самара, от этого участка откажутся. На этот случай альтернативное место уже найдено. В том же промышленном районе. Впрочем, на этом детсаде, который вызвал столько споров, свет клином не сошелся. Планы городского департамента строительства только в этом году открыть сразу четыре таких объекта. На Солнечный это будет новое здание на 240 мест, на Буяново, Горный и Молодежной переулки детсады заработают после реконструкции. Плюс в этом году начнут проектирование 16 объектов. В четыре возведут с нуля, 12 зданий будут перестраивать, приспосабливая их под современные нужды и требования. Последние сегодня куда более строгие, чем в те времена, когда детсады только закладывались. И все это ведет к удорожанию работ. Но трата каждого бюджетного рубля пройдет жесткую экспертизу, заверяют в департаменте строительства. Уверяю вас, стоимость работы будет оптимальная. Абсолютно все проектные решения сейчас и в экспертизе, и на стадии проектирования они проходят через жесткое сито контроля на предмет того, чтобы все решения были эффективны. Но возвращаясь к публичному обсуждению проекта правил застройки землепользования, он, кстати, был принят большинством голосов, официальные итоги будут опубликованы уже на следующей неделе, то обо всех важных темах, затронутых на слушаниях, в рамках одной программы рассказать, конечно, невозможно. Так что продолжение следует. А у меня на сегодня все. Удачи вам. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова